Для сельских медиков у реформаторов особые обещания. Предлагают, например, телемедицину в каждую лечебницу так, чтобы и консультации по скайпу, и чтобы дополнительные амбулатории с жильем для врачей. Но некоторые медики в селе пока мечтают, чтобы их больницы хотя бы стали отапливать газом, а не дровами. И платили за труд чуть побольше. Продолжит Ольга Паламарюк. Село Жиловка всего в 50 километрах от Черновцов. Здесь живет полтысячи человек, в основном пожилые люди, молодежи мало. Местная достопримечательность. Вот это старенький фельдшерско-акушерский пункт. Зданию около 100 лет. В стенах щели, в кабинетах минимум оборудования. А это местный герой Валентин Касьянович. Он же и фельдшер, и акушер, и педиатр. На осмотре у врача десятки пациентов ежедневно. Рабочий день с самого утра. А заканчивается далеко за полночь. В распоряжении только самые необходимые медпрепараты. Рабочего транспорта нет. У нас ненормированный рабочий день. И в половину ночи, и в двадцать ночи, и в тридцать. Ну, как... Хвороба не питает, понимаете. Творяют люди, особенно на первом месяце ишемичная хвороба. Валентин Горощук работает фельдшером уже 13 лет. Но, несмотря на отсутствие условий, свою профессию, говорит, любит. Лишь об одном мечтает, чтобы в его ФАП, наконец, провели газ. Старенькое помещение отапливает дровами. Лучших условий хотят и пациенты. Хотелось бы, конечно, чуть больше моей, чтобы было такое, что... Как лекарни, да, какие, что... Есть такие лекарни, мои больше, мои больше врачей. А это уже другое село и другое медучреждение. В Топоровской амбулатории семейной медицины и кабинеты больше, и выбор лекарств шире, и ремонт лучше. Но проблем и здесь хватает. Шесть тысяч человек обслуживают четыре врача. Для работников хотелось бы больше зарплаты, потому что у них действительно великое навантажение, у них действительно много обязанностей. Хотелось бы, чтобы был больше параллель, больше спектр медикаментов, которые бы надавались для надания, неоткладной допомоги. Проблем в медицине много, подтверждает в Департаменте здравоохранения. В отдаленных селах крайне не хватает фетезиаторов и анестезиологов, а еще медтранспорта. Мы отчуваем брак автомобильного транспорта в нашей области, он потребует больше, чем на 50% обновления. А вот эксперты уверены, проблемы в сельской медицине не решат до тех пор, пока о них будут молчать. Если создать условия только для работы медика на селе, абсолютно все изменится. Будет все нам лучше, и наша медицина на селе будет развиваться. А пока политики обещают разрушить старые, построить новый медицинский мир, Валентин Горощук мечтает, что в больнице его родной жиловки залатают в щели. Наконец-то проведут газ. Ольга Паломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область.